Сейчас расколочу его нахрен. Всем привет! Очередная распаковка для Redmi Note 8 Pro. Будет чехольчик сейчас достаточно интересный. Но к слову хочу сказать, что у меня было видео, как я клеил сюда пленку. На данный момент у меня такая позолоченная пленочка, классная, очень хорошая пленка. Я уж хожу где-то около недели. Знаете, ничего так нормально себя хорошо ведет. Тут, как видите, никаких особо задиров или царапин на ней не остается. Она достаточно крепкая. В скором времени будет, кстати, остальные пленочки, где у меня? В скором времени поклею. Вот у меня еще 4 штуки, как обещал. Ну а пока будем смотреть на чехольчик. Так что следите за видео, не пропустите. А если не подписаны, то подпишитесь. Ссылки будут в описании на чехол. А, стойте. Прежде чем распаковать чехол, есть очень-очень интересная посылка. Очень полезная. Такая вот она здоровая. Две недели. Как ни странно, принес курьер. Это очень полезная вещь. Я думаю, многим она понравится. Лично мне крайне она сейчас нужна. Так как я повесил телевизор на стену. И, ну, у меня ремонт. В общем-то, я переехал с одного города в другой. Повесил телек. И теперь некуда положить ресиверы. То есть, идут провода, ресиверы, что подключается. Я думаю, вы знаете, что это такое и в курсе. Так вот, некуда его положить. Он либо внизу на тубрятке должен стоять, либо надо покупать мебель. Нет никакой полочки. И тут я на Алиэкспрессе заметил такую штуку, очень интересную и полезную. Это, короче, полка. Стоит очень дешево. Ссылка будет в описании. Можете сами проверить, сколько она сейчас стоит. Сейчас доллар постоянно пляшет, хрен поймешь. Плюс еще распродажа на Алиэкспрессе. Поэтому цену объявлять я не буду. Сами глянете. Мне она обошлась очень крайне дешево. Так, притащили домой курьерской службой. Вообще класс. Тут что у нас? На английском языке. Две одинаковые бумажки на английском языке. Ладно, пофигу. В общем-то, смотрите. Она у нас пластиковая. Здесь вот такие вот поролончики, вставочки, чтобы не царапать ваш телевизор. Я вообще думал сюда приклеить двухсторонний скотч на всякий случай. Я вставлю картинку с сайта, как это все выглядит на телевизоре. Принцип такой. Здесь под карбон сделано. Ножки выдвигаются. Они там подстраиваются. Вот так вот поджимаются. И сверху кладется ваш ресивер. Полка находится прямо на самом телевизоре, который у вас подвешен на стену. Что еще здесь рассказывать? Ну, нечего рассказывать. Обыкновенная пластиковая дешевая полочка. Такие магазины, возможно, где-то продаются. Я почему-то не видел. Что тут еще интересного? Ну, в принципе, наверное, вот это что такое? А, это резиновые вставочки. Это хорошо. Резиночки есть, чтобы не скользило по корпусу. Все-таки я приклею на двухсторонний скотч. Будет отлично. Погнали дальше. Возвращаемся к Redmi Note 8 Pro. Кстати, и не только. Note 8T подходит. Note 7, Note 6, Note 5 и так далее. Любые другие модели. Подсылки сюда не придите. Посмотрите. Тот же самый чехол вам придет просто под вашу модель. Я буду проверять на своей модели. Это Redmi Note 8 Pro. Примерим сейчас. Посмотрим, что и как, почем. С таких материалов стоит вообще тратить свои деньги на этот чехол. Может, не стоит. В 12 дней добиралась посылка. Достаточно быстро. 15 цветов, расцвета, конфигурации, как хотите. Перейдите, выберите под себя. Чехол под Call of Duty. Под колду, короче. Обычный желтый пакетик. Давайте смотреть. Так. А, я так доволен, что полочка приехала. Класс. Так. Да, Call of Duty. Уже вижу надпись. Сейчас мы его примерим. Посмотрим, как он выглядит. Ну, обыкновенно резиновый. Короче говоря, ничего особенного. Обыкновенный с принтом чехольчик. Но, но, но. Хочу отметить, что сделан он неплохо. Он качественный. Не просто резина, а бы как. Знаете, бывает дешман. Дешманом продают. Крайне некачественные чехлы. Здесь же прямо не придраться. Обратите внимание на края отверстий. Как они проделаны. Очень четкие, очень ровные. Это хороший чехол. Более того, там много расцветок и много надписей всяких вот этих вот принтов. Я же выбрал такой строгий черный цвет. Здесь черепушка. Надпись игры. Название. И вот видите, как здесь еще есть бортик такой, который будет защищать камеру. Сверху отверстие также ровненький. Кнопочки у нас выдвинуны плюс-минус. Громкость. И включение и выключение также выделено. По левому краю ничего. Ага, отверстие есть, чтобы вешать на кисть руки, на зашнурочек. Примеряем. Смотрим. Так. Проверим, как он. Закрывает ли дисплей. На дисплее у меня нет защитного стекла. Смотрите. Бортик. Есть выступ. Бортик есть. Отлично. Защищает стекло от царапин, естественно. Не будет царапинки у нас оставаться. Есть возможность приклеить защитное стекло. И будет вообще все заподлицо. Все шикарно, красиво. Звонко и по красоте. Далее. Также бортик. Я имею в виду сейчас блок с камерами. Защищен. Снова царапаться не будет. Ну и в целом покрытие достаточно крепкое. Вот ногтями вожу. Ну почти ничего не остается. Есть, да, слиты, которые потом, естественно, затираются. Дешманский чехол. Рекомендую. Более чем сделан качественно. Класс. Единственное, что мне не нравится. Могли бы они, конечно, принт тут пониже бы опустить. Потому что надпись прервана за счет блока с камерами. На этаже болванка. Под разные смартфоны. Вот как-то не продуман в тот момент. По отверстиям абсолютно ровненько, четко все сходится. Снизу отверстие. Также все идеально. 3,5. Зарядка. Микрофон. Перфорация под динамик. Четко все сходится. Сверху и капорт и шумоподавление. Отверстие чуть смещено. Как у всех, но на функционал не влияет. В принципе, зачет. Кнопочки проверяем. Отклик отличный. Громкость. Так. А, не попал сразу. Отлично. Чуть-чуть туговато. Так. Ну и сканер отпечатков пальцев. Куда же он денется? Все срабатывает. Спереди выглядит все так же неплохо. Потому как кантовка у нас черненькая. Визуально смартфон не прибавил. Да и в целом не скользит в руке. Не пытается вылететь. Как видите, у нас края закрыты. Так что... Сейчас расколочу его нахрен. Все целое. Смартфон не пострадал. Ставьте лайк, если было полезное видео. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Очень много у меня чехлов на канале. Перейдите, посмотрите. Там уже, наверное, чехлов 20 я показал. Если кто не подписан, имейте в виду. До новых встреч!